А, нет, смотрите, рейс рэнкинг. Сейчас, сейчас фокус первый орк вообще. Фокус по статистике топ-1 орк мира и четвертый игрок оверролл. Представляете, как поднялся фокус? Лин синий, орк красный. И здесь Блэйдмастер будет. Это Лин. Ну, это Лин. Если кто-то и будет играть Блэйдмастера до конца, то Лин. Понимаете? А фокус, скорее всего, ФС взял. Да, ФС и новый метр Харт Хэд Хантер. Погнали. Ну, поехали. Я вообще ставлю на фокус 2.0, Лин. Исходя из последних игр и того, и другого. Исходя из того, что, грубо говоря, фокус перестроился уже. Ну, пытается, по крайней мере, перестроиться. А Лин все играет по старинке. Выпадают глаза. Наверное, лучший артефакт против Блэйда. А, Лин Синий Орк. Лин Синий Орк красный. Лин Синий, фокус красный, да. Сори. Беляк, Зеттер Хэд. Бывают у нас такие оговорки. Добрый день. Добро пожаловать на ГГ. С регистрацией тебя. Щегол. Ультра ФК с запозданием, говорит. Лин Синий Орк красный. Да. Ой, как подставляются Хэдхантеры. Хотел ФС подставить. В результате Хэдхантеры наполучали. Там уже минус. А, там Вард стоит же точно. Красно. Классно. Товарищ, не тыкнул на артефакт, что там его форсируем. Блэйд пока выхиливается. Рядом с Вардом фокус будет чувствовать себя безопаснее, естественно. Я не знаю, почему не начал... Почему? Ой, из сетки вытолкнул Хэдхантер, но он все равно не может выйти. Странно, что фокус не переключился сразу же на подбегающего Блэйда. Ой, еще Орел подарил Зеттер Хэду. Пара подписок сразу на два месяца получается. Спасибо, друзья. Он не тыкал на ФС, поэтому какой айтем, непонятно. Да, я с Фуфа, с 13-го тебя смешка смотрю, просто на ютубе глядел. Добро пожаловать, на как и круче. Я успел, кстати, сникерсов бахнуть, две штучки, но очень хотел есть. Чего? Хорошо. У нас хлеб еще пропал. Я думал, бутерси сделать, а хлеб весь пропал, белый и черный. Пошла застроечка, но, к сожалению, фокус как-то действует, видимо, слишком предсказуемо. И... Спецскроллы побежали другие пионы. Лин все равно видит этих рабочих. Ну и Фаерлорд. Да, фокус решил сыграть все-таки в... в очень-очень аркадную стратегию. Застройка на Т2. Ну, посмотрим. Приходится достраивать. О, минус Бороу. Скрулл за Бист. Вот Скрулл за Бист может решить, реально. Пошла стройка, классная. Просто сразу минус Грант один. Минус один Хэдхантер, правда. Не доконтроливает фокус сверху Хэдхантеров. Чего он не бегает-то людьми? Очень поздно отступает. Ё-моё. Очень плохо фокус контролит в этой ситуации. Слева не контролит Хэдхантеров, снизу доконтроливает ОК. Сейчас недоконтроливает Хэдхантеров опять. Но там уже элементарий, смотрите, сколько. Оп, минус СХ, минус вышка. Но вышки достроятся. Блэйд тут не сможет ничего противостоять им. Уже три элементария. Смотрите, как они ДПСят по рабочим. Отбить барак не получится в любом случае. Да, ну вот так вот. А у него причем нет... Посмотрите, у него нет этого Мила. Ламбер Мила нет. Соответственно, он не сможет никак барак прикрыть. Ой, как Волков вызвал, прикрыл Хэдхантера. Блэйда бьют. Бутылка выпивает. Два рейнджовые герои тоже Блэйду весьма неплохо накидывают. Опять недоконтроливают. И это при том, что не идеально, далеко не идеально, фокус здесь расконтроливает. Под вышки надо отступать уже. Не знаю, зачем здесь стоит фокус. Подставляется. Он еще с пассивкой этого Фаерлорда работает. Видите, горит Блэйдмастер. Там кумулятивный такой урон идет. Все, это минус барак, сразу минус алтарь. Я бы еще лавочку тут отстроил, потому что самая большая проблема может быть с... Ой, это, регенерацию маны перебил. Самая большая проблема может быть только... Да, лавку строят. С убийством героев. То есть тебя просто... Тыкают. Ой, взрываются шаманы. О-о-о-о. Инсинерейд, Блэйда. Вышка достраивается. Но это минус Блэйд. Да ладно. На последних хитах ходит и лечение делает. Главное, сильно не нырять, на мой взгляд. Ге-ге. 1-0 в пользу фокуса. Вот так вот. Обычно такая тема пробивается, отбивается точнее, если у вас есть Блэйд третий. То есть если у вас больше потенциала по Херакилу и больше урона. Вот. Но здесь был третий форсир. И второй Блэйд. Как-то так. Надеюсь, вы не ставили на Лина. По старой памяти. Что я бы здесь стоял в пользу фокуса. Не знаю, правда, какие коэффициенты, но... Повторюсь, по статистике, по последней именно. У них должен быть как минимум равный коэффициент, на мой взгляд. Холлистром говорит, эй, премиум, за ветки ачивок топ. Да, 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 друзья. Напоминаю, что у нас на ГГ есть ачивки. Отличный раздел, который сделан с... Долго делали, делали со вкусом. За каждую ачивку вам дают виртуальный предмет. Вы можете поставить его в комнате. Комнаты уникальны. Там есть разные уровни комнат. И за выполнение довольно простых действий, типа проголосовать в чатике, там собрать плюсов, заполнить профиль, загрузить аватар, вы можете получить подписку на месяц на ГГ+. Пальто говорит, вот бы они еще работали. Ну, там есть проблемные, естественно, ачивки, но... Всегда не хватает разработчиков. Это сложно сказать, когда вы не знаете ресурсы двух игроков. Но мы должны быть фокусом с Элисом. Этот Матман был на огне. Угу. Фокус жжет. Лейстон, привет. Переходим во вторую игру. Не заставляют они, кстати, долго ждать. Хорошая организация турнира. И Лин, как вы видите, пока мы ничего не видим. Нет, мы видим, что он играет опять в грантов, а фокус опять играет в хэдхантеров. То есть стратегии у нас не поменяются. Майдрим говорит, я на ГГ уже 10 лет, ни разу не видел, что такое премиум. Да, хорошо, что есть активная часть, которая помогает такими косвенными вещами сайту, потому что 90, наверное, 5% инкома это у нас идет именно с подписок, с донатов от пользователей. То есть это позволяет нам, собственно, уже больше 10 лет работать, развиваться. Спасибо им большое. Форсиры хэдхантеры, 100%. Причем у этой стратегии есть развитие дальше. Потому что, ну, там же есть-то 3. Не знаю, почему форсировал событие фокус. Может быть, был уверен, что у него преимущество по криппингу и что можно задавить. Ну, собственно, так получилось. Но в целом там есть же... Мы же знаем, что там есть продолжение в Берсеркеров. Крэжный Кадо и третий герой. Вполне себе отличная страта. Так, выбегает Февс, вызывает волков. Ну, тут Блэйд с сравнительно ранней лавкой, по понятным причинам. Ну, у него нет самонов, ему приходится танковать. И, соответственно, ты должен как-то компенсировать недостаток здоровья. А здесь частично вытанковывает Фейс, потому что, ну, смысл есть в регенерации. Тем более, есть смысл вытанковывать именно пирсинговый урон, который в два раза режется по герою, о чем волков подставлять. Матнуб с 50 евро! Wait a second, that alert was off. Do it again, here we go. Матнуб, а за очень долго-рочной watchер, я так рада виду Волков-3 thriving again, thanks to you, guys. Dude, this is sick, 50 bucks. Love it, man, thank you so much. That helps so much, you have no idea. Пока что обыкрепится. Возможно, Линн выберет менее агрессивный старт в этот раз, потому что, повторюсь, третий Блэйд и второй Блэйд, это две большие разницы. Второй, ну, для того, чтобы как раз героев убить при отбивании застройки. О, рефлэш, спасибо за переподписку. 14 месяцев тоже. Блэйд бежит, серклетка. Вот это правильный подход. Вот, вот это очень хороший подход. Потому что, по сути, это у тебя самая главная основа отбивания возможной застройки. То есть, покупание серклеток, что для Блэйда, что для Демон Хантера, это уже давно известная тема. Больше всего дает пользу таким вот универсальным героям. У него уже есть когти, перчатки скорости. Он еще один предмет сейчас выбьется с точки фокуса. Мне кажется, Блэйд здесь будет самым главным, самым, самым главным героем в игре. Еще когти плюс... Плюс пять? Ой, можно сейчас с артефакт там просветка, правда, у форсера есть, но даже просветив, ты не факт, что... Да, и минус с артефакт. Что там за предмет? Опс, сидит какой-то странный. Ну, тыкни, какой предмет выбил? Там зарядный, бутылка какая-то может быть. Там может быть инвул, большая бутылка жизни, маны, все, все влияет. Да даже скролл The Beast может сильно помочь. Как раз для отбивания той самой одной атаки. Сейчас фокус идет к проигрышу в этой игре. Да ладно, он продал его. Он его продал, но, скорее всего, не из-за того, что он ему не нужен, а из-за... А, нет, слот у него он мог освободиться. Блин, реально он скролл The Beast продал. Как же, Блэйд. Да, и в лейт идет фокус. Виви говорит, опа, фокус против... После стримов Майкер играет в его билд. Хотя Майкер говорит, что тот идет к проигрышу. Да дело не в билде, понимаешь? Спасибо, Виви, тебе за поддержку. Мне было очень сложно собраться в тех играх. Их шансы были, конечно, не в мою пользу. Вы знаете, какой я орк. Вот, но... Блэйд, Блэйд, Блэйд. Блэйд и предметы. Это проблема. Блэйд, Блэйд, Блэйд. Еще носоком ему падает на агил. Форсир приходит... Да какой Нести Уансы Ген, ты что несешь? Ну, ё-моё. Начинаю я опять спорить с... Комментатором. Ну, терять одного, может быть, даже двух хэдхантеров за один отмененный Боро, это не совсем правильно. Ну, потому что стоимость сопоставимая. Некритично, раз он уже вышел второго героя и первые кастеры там пошли. Ну, типа, сапплай блок неприятно, но тем не менее. Еще неприятнее кормить врага. Экспой. Поэтому... О, Экселимка. Вот просто так, спасибо, спасибо за спасибо. Спасибо, Экселимка, за саппорт. Ну и все, и пошли хэдхантеры умирать. У фокуса вообще сейчас задача какая? Правильно. Не терять хэдхантеров, пока они не стали берсеркерами. Это все равно, что медведя, знаете, без формы отдавать. Тебе только эльфы подавай. Конечно, конечно. За эльфов можно было... Я уверен, что значительно больше шансов у меня было бы за эльфов в игре с Воливерином. Значительно. Шторки — это моя самая нелюбимая раз. Хотя по статистике ФФА она типа неплохая, когда мы играли. Но исключительно из-за того, что у орков очень простой лейт, на мой взгляд. Потому что он исключает воздух. Если у тебя хорошая экономика, бэтрайдеры контрят... очень хорошо контрят воздух в массе. Ну и плюс есть массовые вещи у орков приятные, типа Кадоя, Хилвардов, Стэси Страпов. А давно у гринтов 800 хп? Ну где-то с Рока. 2002 год приблизительно. Насколько я помню, грейд был не в ТФТ, а именно прямо с самого Рока. Плюс 100 хп и плюс 3 единицы урона. Один из тоже самых эффективных грейдов. А, там вообще Т3 нет, да? То есть он застраивает просто... Да конечно, здесь линчанский должен отбиваться. Кадоя, кстати, неплохо... Вот если Блэйда выключить... Да все равно можно выключить. Зачем он перестал атаковать? Там Сэха перестал атаковать. Пушки достраиваются. Шамана не отстрелил, там один шаман красный. Блин, такой недоконтроль у Фокуса. Там еще переваривается. Не, застроил, смотрите. Три Кадоя. Вы посмотрите, какие красавцы Кадои. Мужчины. Так, к вышкам просто отступаешь, улыбаешься. Раньше только надо было это делать, чтобы вот не... Кадоя не домогались лечению, но а то... Хотя... Лайтнинг щилд назад. Ай-яй-яй, беги, Кадоя, молодой. Спасайте, защищайте Кадоя. Ай. Но очень много урона получил при этом, при всем Фокус. Потерял Гранта, еще там героя наверху получали. В целом, опять же, хорошая ситуация, потому что вышки стоят. Надо бы починить их только. Перебивать лечению Блэйда. Держите оборону, защищайте Кадоев. Защищайте Кадоев. Хорошая отработанная тема. Еще парочка вышек слева делается. Бору, правда, отстреливается, но... Если ты убьешь Барак, то... Все. От застройки отбиться почти нереально. Ну, чем? Можно взять третьего героя какого-нибудь, типа Панды или Питлорда. Ну, что-то, что может типа попытаться помочь отбиться, но все равно это сложно. Это сложно. перебивает регенерации. Далековато начало, конечно, застраиваться дальше. Кадоев благополучно переваривают переваривают грантов. Там уже Блэдмастер под Бладластом. И вышки справа, например, не работают. А Блэдмастер может не уйти. Инвол. Два. Сейчас Блэда отпустит, кстати. Отпустила. Хекс. Чуть-чуть поздновато. Хекс. Главное не увлекаться. Опять же, чтобы тебя пурджи мне. Ой, какие там криты под Бладластом. Уууу, скроф спит. Блэдмастер не может ничего сделать. Шаманы падают. За маской идет. 2-0. Представляете, 2-0. Фокус Лина. Бах, и все. И вышка слева пошла. Но это очень наглая вышка, потому что Бороу слева достает. Блэд получает сетку. Если чинит, но только первая. И что? Ааа, уходит Винбок на последних хитах. Ну, фокус давит. Он еще... Мало того, что он разменивается в плюс, так он еще наносит урон базе Орка. Там уже сапплай блок дикий у Лина. Падает последний Бороу. Там, правда, нычка еще стоит. Не, не стоит. Шкатулку ставит. Это, кстати, возможный выход. Нет, ГГ пошли. Да, 2-0. Фокус Лин. Если бы этот матч был где-то с полгодика назад, я бы ставил на Лина. И на такой же счет. Но учитывая, как Фокус много участия и успешно принимает на турнирах, и как Лин делает абсолютно противоположное, как и Ник бы написал до начала трансляции, Лин последний раз в четверку попадал непонятно когда вообще.